Здравствуйте, меня зовут Михаил. По системе ActiSale Group с Ariflame я уже работаю почти 6 лет. За все время работы здесь я раздал порядка 5000 каталогов. У меня была большая клиентская база, иногда она была даже 100 человек. Сейчас она у меня состоит из 32 человек, и я уже этой работой не занимаюсь, потому что у меня уже директорские обязанности. Я обучаю новичков и воспитываю своих лидеров. И у меня получалось делать такие результаты, что мои люди становились здесь лучшими продавцами месяца, года и так далее. У них были сильные результаты в первый, второй, третий месяц работы здесь, в Ariflame по системе ActiSale Group. Именно поэтому я вам сегодня расскажу о том, как грамотно собирать каталоги и делать большие заказы, чтобы вам делали большие заказы ваши клиенты. Начнем. Что дает тебе сбор каталогов? Сбор каталогов тебе дает формирование твоей будущей клиентской базы. Это занимать будет от двух до трех каталогов. Второе. Второе самое важное. На сборе каталогов ты даешь презентацию продукции компании Ariflame. Сейчас я тебе расскажу о тех людей, с которыми ты будешь общаться, вот, которым ты оставил вчера каталог. Каталог компании Ariflame. Итак, возьмем 100% всех людей, которые у нас есть, которыми ты будешь работать. Поделим их на сектора. 20% этих людей у тебя никогда ничего не закажет. Еще 20% тебе скажут «да», принеси мне это, это, это и так далее. Вот эти 60% – самый большой кусок этого пирога. Они, это самые интересные люди. Я с ними в свое время был очень сильно общаться. На них испытывать и внедрять все техники, которые я тебе сегодня расскажу. Это те люди, которые сомневаются, нужно ли им что-то вообще. Итак, с чего начинается сбор каталогов? Он начинается с диалогов, естественно, с диалогов. Диалог первый. Добрый день. Я вчера оставил каталог Ariflame. А что вам в нем больше всего понравилось? Диалог второй. Добрый день. Я вчера оставил каталог Ariflame. А на что вы обратили в нем больше всего свое внимание? Иногда на будущее могу сказать заметку, ребят. Большинство людей не успевает посмотреть каталог за сутки. И прежде чем человек это будет спрашивать, понравилось ли ему что-то, лучше задать следующий вопрос. Кстати, а успели ли вы его полистать? Чтобы в дальнейшем можно с клиентом работать, обрабатывать его и прийти непосредственно к заказу. Если человек не успел полистать, оставляйте каталог на сутки еще. Можно сказать, кстати, его можно забрать домой. Потом можно уйти в удивление клиентов с таким ответом, что правда? Да, действительно, можно каталог забирать домой. Каталог оставляется не для организации, как некоторые думают, а на ваше личное использование. Итак, упражнение номер раз. Тренировка диалогов сбора каталогов. С зеркалом, друг с другом, чувак. Итак, самое основное, что нужно обращать внимание, еще затрону, не нужно употреблять при сборе каталогов частицу «не», «не» и так далее. И, естественно, почему не нужно делать это? Когда ты собираешь каталог, человеку уже задаешь вопрос. Не желаете ли вы что-то у меня заказать? Естественно, ответ какой будет, не желаю, нет, не хочу. Вот именно поэтому мне нужно употреблять эти частицы. Ну а теперь к упражнению. Добрый день. Я вчера оставлял каталог «Арифлейм». Да, вот он. А на что вы в нем обратили больше всего внимания? Вот именно на эти вещи нужно обращать особое внимание при сборе каталогов. Вариант один. Итак, вариант номер два. Добрый день, Мария. Я вчера оставил каталог «Арифлейм». А что вам в нем понравилось больше всего? Мне нужно это, 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 это. Все. Как правило, человек вам дает список с контактными данными, с заказом, и вы договариваетесь на конкретный день, когда вам нужно будет доставить заказ. Окей, об этом я чуть позже расскажу. Следующий момент. Так называемый метод секторирования. Когда ты общаешься с человеком, да, на тему сбора каталогов, и тебе нужно выявить потребность, что человеку, что человеку конкретно заинтересовало из каталога больше всего, что ему понравилось. Возьмем весь ассортимент продукции компании «Арифлейм». Снова нарисуем знакомый пирог и разобьем его на сектора. Сектор первый. Это парфюм. Следующий сектор. Уход за кожей лица. Следующий. Аксессуары. Уход за телом и волосами. Самый большой – это декоративная косметика. Когда ты задаешь человеку золотые вопросы, делай акцент на конкретный кусок пирога. Что затерясало бы все? Парфюм или же декоративная косметика, или же уход за кожей лица и так далее. Когда человек, твой будущий клиент выбрал конкретный кусок пирога, что ему нужно, твоя задача заключается в том, чтобы грамотно человеку презентовать продукцию. Презентовать продукцию можно следующим способом. Я приведу сейчас так, как не нужно, и красивую, красочную презентацию с прилагательными, составленную с моим опытом и за весь период работы здесь в SG. Данально вспоминаем историю одного из наших директоров, историю его раздачи, сбора каталогов. Был у нас такой товарищ в свое время. Он собирал каталоги, когда его спрашивали, а что это за крем? Он отвечал следующее, прикольный зеленый. Вот так вот не надо. Этого человека просто был словарный запас, запас небольшой. Сейчас приведу простую историю и красочную. Вы это все сравните. Есть у нас такая легендарная баночка, она славится на весь Арифлейм и на всех консультантов, которые работают в ActiveSale Group вместе с Арифлейм. Баночка называется «Крем по уходу за кожей рук и тела молоко и мед». Вариант первый. Прикольная большая банка. Весит четверть килограмма. Хватает на 10 месяцев. Основные компоненты молоко и мед. Первый вариант. Второй вариант. Эта банка весит четверть килограмма. Если попасть кому-то в голову, можно убить. В состав крема входят основные компоненты молока и мед, благодаря которым крем впитывается до третьего слоя кожи, то есть до дерма слоя. Крем классно намазывается, быстро впитывается, не оставляет желтых пятен на одежде. Также классно смягчает кутикулу. Если вы будете использовать данный продукт только на руки, вам этого крема хватит на 10 месяцев. Если на руки и тело, то 2-3 месяца. Вам 2 или 3. 59 копеек в день на красивые руки – это дорого? Это вариант второй. Я думаю, различия вы заметили, как сильно они отличаются. Итак, откуда я взял 59 копеек в день? Вы берете стоимость продукта и делите его на количество дней, используемая вами в данной баночке. Хорошо. Едем с вами дальше. Следующий наш блок – блок «Работа с возражениями клиентов». Сейчас немного расскажу про возражения. Что такое возражения? На самом деле возражения – это скрытый вопрос. Человек на самом деле хочет что-то у вас узнать, от вас узнать, о чем-то вас спросить. Поэтому он будет выдавать следующие возражения. Возражения бывают нескольких типов. Истинные и ложные. Ложные. Мне ничего не надо. Истинные. Нет денег. Я не пользуюсь. Запомните себе одну великую вещь. 99% всех возражений, которые будете слышать в дальнейшем от ваших будущих клиентов – это нет денег. Почему такое возникает, такое возражение именно? Ну, смотрите. Представьте картинку. Вы идете покупать какой-нибудь там навороченный супертелефон. Идете в магазин, где вам можно его пощупать, потрогать, поюзать и так далее. Вы приходите, выбираете модель. К вам побегает, прибегает, продавец консультант и начинает ее продавать. Продавать как только может. У вас просто возникает желание его купить. Вы бы этому человеку признали, что на данный момент у вас не хватает денег на покупку данного телефона? Конечно же нет. Единицы признаются, что у него нет денег. Именно поэтому они вам будут выдавать под возражением «нет денег» совершенно другие возражения. Сейчас я разберу с вами самые наиболее часто встречаемые возражения. Первое. Нет денег. С него и начнем. Далее. Человек вам может еще ответить «дорого». Ну и слово-антоним ему уже. Дешево. Следующее. Мне ничего не надо. Аллергия. Как ни странно, такое тоже бывает. Плохая косметика. И последнее возражение. Возражение номер семь. Оно относится к компаниям, к другим компаниям. Например, к компании на букву А. Итак, все вышеперечисленные возражения и ответы на них ты сможешь найти в руководстве по профессиональным продажам 2.0, созданное основателем организации ActiveSale Group. В этой книжке заключен бесценный, уже почти 8-летний опыт работы наших лидеров. Лидеров, которых ты сегодня здесь видел, которые для тебя рассказывали свой опыт. Вот все ответы на твои вопросы ты сможешь найти в этой книжке. Используй, юзай. Она поможет тебе для реализации всех твоих целей, которые ты хочешь достигнуть в Ariflame по системе работы ActiveSale Group. Продолжим. Начнем с нашего первого возражения «нет денег». «Оно у меня мною самое любимое». Реакция этих людей в свое время я очень сильно удивлялся и поражался. Что здесь самое основное, самое важное? Когда тебе человек возражает именно этим возражением «нет денег», не нужно уходить и все, забывать про клиента. С ним нужно пообщаться. Начинаешь общаться именно следующим образом. «А они мне сейчас и не нужны». Потом ты видишь у человека глаза по 10 рублей. Он говорит, как это так? Ну, смотрите. И ты начинаешь делать акцент на организацию, где работает твой будущий, возможно, клиент. И на сервис, который сможешь предоставить ты для него. Допустим, человек работает в каком-нибудь там, не знаю, магазине с алкогольной продукцией. Ты говоришь, смотрите, я к вам прихожу и хочу у вас купить бутылку виски за 10 тысяч рублей. У меня сейчас для таких денег нету. Я у вас бутылку-то сейчас беру, а принесу там через 5 дней, когда у меня будет аванс или зарплата. Вы задаете вопрос продавцу, вы сможете мне так сделать? Продавец говорит, конечно же, нет. Что за бред? Я такого никогда не смогу сделать. А я вам могу. Вы мне сейчас делаете заказ, принести я вам могу в любой удобный для вас день. В сроках, в которых идет каталог. Да? На это обращайте большое внимание. После чего идет оформление заказа. С этим возражением понятно. Дорого. Что здесь? Как я уже говорил выше, да, разбиваете стоимость продукта на количество дней его использования. Тем самым вы получаете, сколько будет стоить пользоваться данной баночкой, используя ее в день, когда вы будете ей пользоваться. Дешево. Здесь вы советуете более дорогие серии кремов. Да? Если это идет про уход за кожей лица. Советуйте дорогие серии кремов. Какие? Тайм-реверсинг, экологен, королевский бархат. Если это какой-нибудь парфюм, советуйте серию туалетных вод из Glam Collection, серию драгоценных камней. Это Amethyst Fatal, Diamond Mask, Petal Quartz. Если же это мужские туалетные воды, это Giordani Man. Ну и сами посмотрите там в каталоге уже от 800 рублей и выше. Если же это декоративная косметика, естественно, вы советуете серию косметики люкс. Это Giordani Gold. Каталог уже пролистали, заметили, какая сильно она отличается от всей продукции, которая есть в каталоге. Это уже брендово-имиджевая продукция. Это был один из способов ответа на это возражение. Другой способ. Очень простой. Когда ты человеку рисуешь эту схему и объясняешь, почему именно в каталогах компании Reflame наша продукция по сравнению с другой косметической линией, она сильно дешевле. Давайте возьмем, для примера, любую компанию, назовем я буковкой L, компания, которая продается в магазинах. Любая продукция, любая компания производится изначально где? Правильно, на заводе. Что происходит потом? На завод приезжают поставщики. Вот этих вот поставщиков бывает очень много. И все друг у друга перепокупают продукцию. После чего продукция поступает на склад. И уже потом для реализации магазин. Если здесь, к примеру, тушь будет стоить 100 рублей, то уже на выходе в магазине она будет стоить не менее 700 рублей. Наценка идет от 400, иногда даже до 1000%. Это в зависимости от количества скупщиков, которые друг у друга перепокупают данную продукцию. Теперь возьмем всеми нами любимую компанию Reflame. Как и продукция компании L, она производится тоже на заводе. После чего она попадает на склад. И уже потом к вашим любимым клиентам. Если здесь тушь будет стоить 100 рублей, то уже здесь она будет стоить максимум 300 рублей. Все. Когда ты человеку объяснил вот эту схему, возражение дешево, оно отпадает. Если же продукция нашей компании продавалась в каком-нибудь роличном магазине, если бы компания таким способом ее продавала, то поверьте мне, как и продукция компании L, тушь стоила бы в 700-800 раз больше. В 700-700-800% была наценка. Это с возражением дешево. Следующее. Мне ничего не надо. Здесь нужно сделать акцент, пролистав каталог, и в каталоге выбрать самую яркую скидку, самую яркую новинку. К примеру, как? И даже на 59-й странице помада за 49 рублей? После чего человек говорит, где? И вы в каталоге показываете данный продукт. Здесь самое главное человека задеть вот этим вот. Самая яркая скидка или самая мега новинка. Все. Потом делайте красочную презентацию, и человек заказывает у вас этот продукт. Далее. Аллергия. Как ни странно, да? Запомните, основное аллергия – это не проблема косметики, это проблема здоровья. Иногда, да, я встречал за весь период работы в компании Reflame по системе ActiveSale Group, что у моих и не у моих клиентов здесь было такое возражение. Самое основное, что здесь советовать нужно гипоаллергенной серии. Какие это серии? Серия Aloe, серия чайное дерево, серия Optimus для чувствительной кожи. Вот эти серии, они, могу сказать, 100% гарантируют то, что у человека ничего не появится. Естественно, если у человека аллергия на цитрусовый или какие-то другие продукты, не нужно ему продавать маску с лимоном или с апельсином. Это основные моменты. Если в слеже, получается, появляется возражение аллергии, да, именно аллергия от продукта на… от компании Reflame, то все вы можете… Человек может вернуть продукцию, да, если не была такая претензия к вам, и компания возместит ему его лечение, если же это будет предоставлено справкой от врача, что именно от нашего продукта у человека была аллергия. Итак, поехали. Плохая косметика – следующее возражение. От чего оно складывается? Оно складывается, наверное, от русского ментилитета, от российского ментилитета наших девушек, женщин, потому что не все девушки, даже женщины, знают элементарно 5 этапов по уходу за кожей лица. Однажды я у своей клиентки спросил, а вы знаете про 5 этапов по уходу за кожей лица? Она меня назвала «Водичка и крем». Вот, когда человек пользуется данной продукцией, да, там, почистил кожу лица, кожу лица водичкой из-под крана и нанес какой-то крем. Естественно, после чего у человека такое возражение, потому что наша продукция никакого действия не делает, да, там, не отталкивает морщины, вот, кожа лица не молодеет и так далее. Так вот, в первую очередь, ребята, вы являетесь консультантом, вы человеку расскажите про, как пользоваться этой продукцией нужно. Проте же элементарно 5 этапов по уходу за кожей лица. На тренинге по косметике вам про это все подробно расскажут. Итак, про последнее возражение. Если вы встречаете, да, с конкурентом, с другой конкурирующей компанией, например, конкурирующей компанией на букву А, да, я вам просто так оставлю посмотреть наш новый каталог, вы сравните цены, сравните продукты, сравните линии. Может, у вас что-то понравится, вам его сделаете, заказ из каталога нашей компании. У меня многие клиенты, которые пользуются другими косметическими линиями, заказывают продукцию из нашего каталога, из каталога компании Reflame. Про возражения, которые часто встречаются, я вам рассказал все. Вот это самые часто встречаемые возражения, которыми вы будете встречаться при работе с каталогом компании Reflame. Иногда вам могут сказать что-то совсем неординарное, но здесь уже нужно будет проявлять гибкость и как-то что-то уже гибко отсюда выходить. Ну, все ответы на возражения вот вы сможете найти в руководстве по профессиональным продажам ActiveSales Group 2.0. Итак, поехали дальше. Когда вы с человеком пообщались с возражением, да, человек уже выбрал продукт, он уже вас готов заказать, здесь нужно классно завершить сделку, чтобы однозначно уже все, человек тепленьким, он загорелся, все, хочу. Сейчас я вам дам несколько речевых роликов продаж, которые вам в этом помогут. Итак, речевой ролик первый. Он классно используется при заказе туалетных вод. Если вы человеку показали ему пробники, да, об этом чуть позже расскажу. И девушке понравилась туалетная вода и еще что-то. Очень забавно, что я встречал, когда я раздавал сам каталоги, это были мои первые месяцы работы здесь. И, допустим, магазин какой-нибудь продуктовый, у меня очень много отделов. И ты одной из продавщиц показал пробник, ей понравилась какая-нибудь туалетная вода. Так вот, если там еще работают 5-7 девушек, и вот она начинает бегать по всем своим коллегам и спрашивать, как тебе эта водичка. Если больше половины скажет, что им понравилась та вода, которую ты ей посоветовал, она тебе закажет. Сейчас дам ролик, который поможет этого избежать. Действует на убой. Ролик следующий. Кстати, именно на этот аромат мужчины оборачиваются в метро. Это был первый ролик. Следующий. Он покажется весьма таким вот с подстебом, я бы сказал. Но все же он действует. Я его использовал. Вот он даже мой авторский могу сказать. Да, на это у многих не хватает денег. Вещь офигенно действует на сервис, дорогую линию нашего ассортимента. Когда накануне 23 февраля, или там 8 марта, или новогодних каких-то праздников, вы, естественно, продаете что-то дорогие, какие-то линии продуктов. Вот очень классно закрыть ролик. Действует. Это лучший подарок. Это лучший подарок на Новый год. Это лучший подарок на 23 февраля. Это лучший подарок на 8 марта. Лучше делать это на туалетные воды. Они есть всегда в наличии на складе. И это действительно уже дорогой подарок. И вашему человеку будет приятно. Дальше. Очень классно этот ролик действует на последней неделе каталога. Эти скидки действуют 4 дня. Да, не все обращают на момент действия каталога, который написан в правом верхнем углу. Большинство клиентов, им пофиг. Им главное, что внутри. Поэтому, когда вы говорите на последней неделе каталога, на третьей неделе каталога вот этот ролик, вам заказы будут делать не только на сборе каталогов, но еще и на раздаче. Далее. Когда вы человеку подбираете какую-нибудь линию кремов, очень хорошо сказать, что этим пользуется моя мама. Да. У меня мама уже за 6 лет, когда я работаю в Reflame по системе Active Style Group, чем только не пользовалась. Поэтому я уже могу клиенту посоветовать уже из истории опыта продукта моей мамы, да, и всех моих близких людей, какого-нибудь баночки. И уже, естественно, у человека, у моего клиента доверие вызывает больше. Поэтому делается заказ. Следующее. Это лучшее, что у нас есть. Говорите на дорогие серии туалетных вод, Glam Collection, которую я уже называл, серию декоративной косметики Giordani Gold, серию дорогих кремов по уходу за кожей лица. Это Time Reversing, Time Reversing Extents и Collagen, и Королевский бархат. И еще. Профессионалы ценят. Есть такой журнал, Мир косметики, парфюмерии, потребитель называется. Он очень часто тестирует нашу продукцию. Совсем недавно он тестировал нашу тональную основу, тональная основа Giordani Gold. Вот наша основа, она заняла по всем показаниям, по консистенции, по стойкости и так далее, и так далее, 10 баллов. Сравнивают ее не столько с продукцией, которые продаются в розничной торговле, но и со всеми, со всеми компаниями, компаниями А и так далее. Вы сможете найти все эти результаты в этом журнале. И действительно, там уже профессиональное тестирование идет, и этот ролик очень хорошо действует при закрытии данного продукта, при заказе на данный продукт. Очень часто сами, наверное, уже сталкивались или в дальнейшем столкнулись, что на складе бывает много чего нет. И очень классно вот этот ролик использовать и при работе с клиентом. Когда ты ему говоришь, что, кстати, данный продукт очень быстро заканчивается на складе, у человека появляется вероятность статуса «счастливчик». Ему сказали, он сейчас успеет, и мы действительно принесем этот уникальный продукт. Используйте этот ролик. Следующий. Это вещь эксклюзивная. Да, наша компания, вы знаете, что сотрудничает с известным модельером, Валентином Юдашкиным. Очень часто в каталоге вы можете видеть вещи, которые созданы этим дизайнером. И говорите, что действительно эта вещь эксклюзивная, вы можете ее купить только в каталоге компании Арифлей. Вот вам несколько роликов, несколько закрывашек, которые вы можете использовать при работе с вашим клиентом на сборе каталогов после обработки его с возражениями. Перейдем дальше. Сейчас я вам расскажу о работе с пробниками продукции. Это уникальный инструмент. Уникальный инструмент, который дает вам заработать в первый месяц, в два, в три, не побоюсь даже в это слово, в 10 раз больше. В этом наборе пробников вы можете найти то, что будет пользоваться спросом у ваших клиентов. А что именно? Это более 50 туалетных лот и более 80 губных помад. Очень часто именно вот это клиенты будут спрашивать при сборе каталогов. Как работать с этим инструментом? Ничего сложного в этом нет. Самое основное — носить его всегда с собой. И давать два золотых вопроса, два золотых ролика при показе этого пробника. Первый. Кстати, у меня сегодня с собой есть пробники губных помад и туалетных вод. Что вас интересует больше всего? Второй. Когда ты с человеком пообщался, да, он уже у тебя не хочет ничего заказывать, да, ты побрался с возражением, ему ролики речевые закрыл, да, сделал речевые техники продаж, и все-таки клиенту ничего не нужно. Ты закрываешь каталог, откладываешь его в сторону и делаешь, говоришь следующим образом. Мне с каталогом все понятно. Кстати, у меня сегодня есть с собой волшебный чемоданчик. Давайте его вместе с вами попробуем. Посмотрим. И вы начинаете доставать этот волшебный чемоданчик. Как работать с этим инструментом? Наверное, начнем с пробников губных помад. Губные помады у нас есть несколько типов. Есть увлажняющая губная помада, да, базовая наша серия, и состоит она из 25 видов губных помад. Она у нас фиолетового цвета. Губная помада энергоблеск. Очень часто пользуется спросом у молодых девушек, которые хотят, чтобы на губах был 3D-частицы, сверкали, вот весной, это реально хит или летом. Серия энергоблеск. Серые колпачки пробников. Для девушек и женщин, которые хотят держать в своей косметичке какую-то имиджу-эсклюзивную баночку, коробочку, да, вот это Giordani Gold. Сама помада, она выполнена в виде золотой боковки. Губная помада называется следующий стимулятор объема. Темно-красные колпачки, она через 15 минут дает эффект увеличения объема губ. Специальная такая 3-пептит формула, которая состоит, и показывает человеку именно эти пробники. Про пробники губных помад. Ваши клиенты в дальнейшем, когда вы будете доставать эти инструменты, они будут нарисовать себе здесь на руках, и очень классно тут зебра иногда может появиться. И ваш клиент потом забудет, какую же помаду ей понравилась, что она перепробовала. Поэтому вы, естественно, откладываете в сторону те тона, которые девушки заинтересовали больше всего. На самом деле, куда советуют наносить пробники губных помад? Их советуют наносить на кончики пальчиков, потому что здесь естественный цвет кожи, который близок к натуральному цвету кожи губ. Поэтому нужно наносить именно на кончики пальцев. Это про губные помады. Далее. Про пробники туалетных вод. Что здесь? Здесь, прежде чем начинать их показывать, человеку спросите, какие вам нравятся запахи? Свежие или сладкие? Это самые часто встречаемые туалетные воды, которые могут быть. Когда человек выбрал тип аромата, какой ему нравится, ваша задача показать ему пробник. Выделяйте не более трех ароматов. Почему не более трех? Потому что если вы будете давать 4, 5, 10 и так далее, у вашего клиента будет идти наложение аромата, и он у вас в дальнейшем уже ничего не выберет. Очень классно здесь носить с собой кофе. Кофе в гранулах, ложить в набор пробников. Вот если больше 4, то прежде чем продолжить дальше тестирование туалетных вод, носите с собой кофе. Ну и если ваш клиент работает где-то в магазине, и у него есть возможность отобедать, я думаю, что девушка или женщина любит этот напиток, и у нее стоит где-нибудь под сутки эта баночка. Поэтому просите принести баночку и в дальнейшем приступайте к выбору туалетных вод. Вот. Туалетные воды наносятся на запястье. Выглядят они следующим образом. В этой наборе пробников вы видите 1 мл. Берете туалетную водичку и наносите на запястье. Некоторые клиенты будут сразу же его подносить к носу и захотят ощутить прелесть всего аромата. Так делать не надо, запомните себе. Почему? Потому что в любом пробнике, в любой туалетной воде есть процент содержания спирта. Если вы девушке нанесли сразу же туалетную воду, она сразу же поднесет его к носу, она ощутит запах спирта. Ей если аромат не понравится. Поэтому здесь лучше всего сказать подождите 30 секунд, пусть аромат раскроет все свои ноты. У каждого аромата есть 3 типа нот. Это начальные ноты аромата, сердце аромата и завершающие ноты. В каждом типе содержится составляющая компонента туалетной воды и они начинают свое действие. Пока нота у нас, пока у нас с вами здесь аромат раскрывается, вы наносите уже другой аромат, сладкий на другое запястье вашему клиенту. Нанесли 2-3 аромата, как правило уже ваш клиент сможет что-то выбрать из каталога и сделать вам заказ. Про набор пробников. Ни в коем случае не давать его в руки клиента. Это инструмент ваш, потому что клиент не знает, где какие ароматы, какой тип сладкий, свежий и так далее. Картинка ароматов вы сможете найти в руководстве по профессиональным продажам 2.0. И поэтому этот инструмент должен всегда быть у вас. Помады, пожалуйста, вы можете человеку выкладывать, пусть он там перемажется хоть весь. Пробники показывайте сами. Итак, перейдем к последнему, в последней части, последней части это по обслуживанию, да, ваших клиентов и сервису для него. Здесь есть несколько нюансов. Нюансы первые. Все заказы, которые вам будет делать ваш клиент, обязательно приносить в пакетиках, да, чтобы не было следующего образа. Когда вы приходите к клиенту, достаете из кармана губную помаду, делаете вот так вот, ваша помада. Вот так вот делать не надо, да. Что это за сервис? Есть фирменные пакетики, которые вы можете найти в каталоге бизнес-аксессуаров от компании Oriflame. Помимо пакетиков, здесь как инструмент для вас, вы сможете еще найти визитки. На обратной стороне визитки вы пишите ваше имя и ваш контактный телефончик. Они здесь тоже есть. Здесь же вы можете найти самый основной инструмент, который поможет вам увеличить ваш заработок в первом месяце с 2-3 и более раз. Это набор пробников. И вы здесь сможете еще найти блокнот для заказов. Здесь 25 листиков, где вы записываете то, что заказал ваш клиент, договариваетесь с ним о дате доставки. Берете его телефон. Запомните самое основное. Да? Всегда брать телефон ваших клиентов. Для чего это нужно? Если у вас нет телефона вашего клиента, это не ваш постоянный клиент. Это одноразовый клиент, как мы его называем. Так чтобы ваш клиент был постоянным, у вас должна быть ваша постоянная клиентская база. И вы уже с первого дня, когда будете собирать каталоги, записываете все телефоны ваших клиентов, в этих, в этом блокнотике. Я вам дам простую фразу, простой ролик, как брать человека, у незнакомого человека для вас, да, телефон. По какому телефону с вами лучше всего связаться, если у меня что-то изменится? Все. После чего вам дают все контактные данные. Даже мне даже домашние давали. Вот. И говорили, когда звонить там, когда дома бываю. Для чего еще нужно брать телефон, телефон у вашего клиента. Бывают нюансы. Бывают про то, что ты приходишь к человеку и говорит, мне уже ничего не нужно. Как правило, это на большие заказы. Поэтому, когда вы делаете заказ, либо в сервисном центре, либо по интернету, либо доставка в СПО и так далее, при тех клиентах, которые вам сделали заказ о тысяче рублей и больше, советую и даже рекомендую предварительно обзвонить. Все ли в силе. Иногда у вас будет так, что вы не сможете успеть в конкретный день принести человеку заказ. Чтобы он у вас не отказался, да, не заказал другого консультанта, позвоните, скажите, у меня там это, это, я сегодня не успеваю, давайте я вам через день, через два принесу. Все. Про момент заказа ваших клиентов по тысяче рублей больше. Когда вы делаете заказ по интернету, либо в сервисном центре, либо доставка в СПО, предварительно обзванивайте этих клиентов и спрашивайте, может вас заинтересовало что-нибудь еще, или же вы хотите заказать какие-то продукты, которые уже заказали, но уже в более, в большем количестве. Тем самым вы можете еще собрать по телефону заказ на 100, 200, 300 рублей. Это только с одного клиента. А представьте, если у вас таких клиентов, которые заказали на 1000 рублей больше, 2, 3 и так далее. Это уже совершенно дополнительный заработок еще к вашему непосредственному заработку в первый месяц. Почему так нужно делать? Потому что продукт имеет, каталог имеет срок действия, да, и скидки на данные продукты, которые заказал ваш клиент, действуют несколько там дней, да, не более трех недель, как правило. Поэтому при обзвоне это тоже действует, и человек вам еще со скидкой заказывает данный продукт. Используйте это при обзвоне ваших клиентов вот при таких больших заказах. И еще альтернатива блокноту, зелененький, который уже я вам показывал, да, это бланк заказа. Вы уже о нем слышали на раздаче каталогов. Здесь вы его вкладываете в каталог, когда делаете, оформляете его. И это уже человек листает каталог и сразу же вписывает все, что его заинтересовалось. Ваша задача, когда вы каталог приходите забирать, большинство уже вам написали в список, где все очень удобно. Где все контактные данные вашего клиента, имя, организация и дата, когда нужно принести данный заказ. Используйте. Это очень экономит время даже при заполнении данного зелененького блокнотика, да. Представляете, если заказ там на 2-3 и более тысячи рублей, сколько нужно там листиков перебрать. А здесь все очень удобно. Что еще? Небольшой нюансик про пробники. Если вашему клиенту нужны будут пробники там на крема, тональной основы, шампуни и прочее, у вас есть прайс-лист. В прайс-листе будет раздел. Он так и называется тестеры. И вы человеку, здесь вашему дальнейшему клиенту можете продать, можете по этим ценам, которые написаны здесь, можете чуть завышать. Я завышал иногда. Вот. Продавать тестеры, которые ему нужны. Самое основное при обслуживании клиентской базы, ребята, приносить заказы вовремя. Без задержек. Чтобы в дальнейшем человек не отказался от вас, как от клиента, а в дальнейшем приносил вам все заказы. И снова, и снова, и снова, и снова. Потому что у меня есть клиентка, которая мне когда-то сделала заказ на 79 рублей. Это был мой первый заказ почти уже 6 лет тому назад. Я не поленился и принес ей этот заказ. Но уже на второй месяц она мне сделала заказ на 800 рублей. Разницу заметили. За все время работы здесь она мне принесла только чистого заработка более 1000 долларов. Моя любимая клиентка Галина Александровна, которая работает, кстати, здесь неподалеку, где мы сейчас записываем данный видеокурс для вас, самоучитель, в первом сервисном центре, в первом сервисном центре в России, который открылся ровно 14 лет тому назад. Это город-герой Ленинград, Санкт-Петербург, станция метро Петроградская, набережная Карповки, дом 19. При работе с возражениями и при работе с каталогами на сборе каталога я вам сегодня рассказал все. Это была очень исчерпывающая и доступная информация с моими авторскими фишками, с моими нюансиками, моментами и опытом других людей, которых вы будете здесь видеть в данном самоучителе. Используйте эту информацию, и она вам поможет в реализации ваших целей на месяц, на год, 5, 10 и более лет. У меня все. Увидимся.